Вы прячете деньги в матрас? Нет, скупай недвижимость. Нефть есть? А если найду? Или ты, или тебя? Вредитель атакует огороды. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Елизаветы Никитина. Представители индустриального партнера ПАО «КамАЗ» в рамках реализации проекта передовой инженерной школы «Киберавтотех» посетили Казанский университет. Участники делегации ознакомились с научными и образовательными лабораториями институтов Казанского федерального университета. Акцент направлен на подготовку инженеров в передовой инженерной школе, что позволит сократить разрыв между образовательными программами и требованиями работодателей, вовлечь в образовательный процесс отраслевых специалистов «КамАЗа». Напомним, что передовые инженерные школы, федеральный проект инициированный Минобранауки Российской Федерации. Остаются считанные дни до окончания приемной кампании. Будущие студенты Казанского федерального университета поделились своими впечатлениями о поступлении в один из ведущих вузов России. Меня интересуют языки, и тут очень выгодно изучать именно три языка, которые мне интересны. Поэтому я поняла, что это приоритетное направление для меня. Плюс очень активная студенческая жизнь, где можно много полезных связей обзавестись, и также новыми навыками. Я здесь была. Мне говорят, здесь хорошее образование, и вот поэтому поступаем. Моя сестра тоже заканчивала это направление, и я много слышала о нем от нее. То есть я росла вместе с ней, она рассказывала, какие там интересные проекты, как там прикольно учиться. Ну и, конечно, она рассказывала про преподавателей, поэтому я решила поступать именно на это направление. Но я выбирала между Казани и Москвой, но решила в итоге сюда, потому что как раз-таки, получается, я уже знала, какая здесь будет среда, какие здесь примерно преподаватели, люди, и поэтому мне было интереснее именно вот сюда поступать. Мне ближе математика, у меня сам учитель по математике учился на этом направлении, на механике и математическом моделировании, поэтому я решила обойти по его стопам. Он очень хорошо рассказывал про этот вуз, про это направление, поэтому вот решил туда. Я считаю, что здесь лучше образование, чем, наверное, везде в Казани, и я желательно у меня остаться в Казани, поэтому решила именно на это направление. Сам я связан с педагогикой напрямую, работаю в Казанском педколледже, закончил также по специальности физическая культура КФО бакалавриат, и думал, что надо двигаться дальше, решил попробовать в магистратуре это направление. У меня очень много ребят отсюда, которые здесь учатся, и преподавателям нравится, преподаватель состав сильный. Был вариант поступить на дизайнера, но все-таки я решила выбрать медиаком, поскольку интересно, интересные учебные планы. В планах был Санкт-Петербург, но я туда, к сожалению, не прошла. И вторым вариантом была Казань. Очень много хороших отзывов слышала от знакомых, и поэтому решила сюда попробовать. В Республике Татарстан начал расти спрос на приобретение как жилой, так и нежилой недвижимости с инвестиционными целями. С чем это связано в сюжете Амира Ахтямова. В Минстрое Республики Татарстан заявили, что спрос на покупку недвижимости с инвестиционными целями начал восстанавливаться после весеннего спада. Ряд игроков рынка заявили, что доля таких сделок превысит прошлогодние показатели. Подозреваю, что этот ажиотаж не будет снижен в ближайшее время, что будет только способствовать росту цен на недвижимость и не будет позволять этим ценам снижаться. Замминистр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ильшат Гимаев сообщил, что в республике начал расти спрос на приобретение как жилой, так и нежилой недвижимости с инвестиционными целями. Ажиотаж на рынке недвижимости связан, во-первых, с отсутствием иных безопасных, надежных с точки зрения инвесторов способов вложения сбережений, а во-вторых, с тем, что ипотечные кредиты снова стали относительно доступными в связи со снижением процентных ставок. Всплеск интереса к недвижимости у инвесторов, по словам экспертов, фиксировался в первом квартале 2022 года. Сейчас он несколько снизился, однако интересные предложения были. А те, кто не хранил деньги на счетах в банках, приобретали недвижимость по привлекательным ценам за наличные. Амир Ахтямов, Универньюз. Открытый неподалеку от Альметьевска бассейн определил промышленное будущее Татарстана. О каком месторождении идет речь, узнаете далее. Разработка новых технологий по добыче трудноизвлекаемой нефти является одной из приоритетных задач научного центра мирового уровня. Подобным объектом является Ромашкинское нефтяное месторождение, одно из крупнейших в Волго-Уральской провинции и одно из крупнейших в мире. Ромашкинское нефтяное месторождение расположено на юго-востоке Республики Татарстан, в Лениногорском районе, в 70 километрах от города Альметьевск. Программу по его разработке уже начал создавать научный центр мирового уровня Казанского университета. Вокруг Ромашкинского месторождения есть очень много запасов нефти, там, в том же самом, доманики, это вот нефть плотных поводок, где нужно делать для разрыва или поджигать надзорные воды. И кроме того, есть нефть или, как говорят, вязкие, сверхвязкие нефти или природные битумы в пермских отложениях. Месторождение уже несколько десятилетий служит настоящим полигоном для испытания многих новейших технологий и передовой техники в области разведки недр, проходки скважин, нефтедобычи, которые нашли широкое применение не только на промыслах Татнефти, но и масштабах всей страны и за ее пределами. Напомним, что совсем недавно в Альметьевске прошел ежегодный нефтяной саммит Татарстана. Участие в мероприятии приняли глава Татарстана Рустам Мениханов, руководители ряда федеральных ведомств, представители нефтегазовой индустрии, сотрудники научных центров и высших учебных заведений. В ходе работы специализированной выставки специалисты нефтегазовой индустрии представили главе Татарстана перспективы развития и свои передовые технологии. Мы выступали на холдинге у президента, получили поддержку. Мы по ромашкинскому месторождению презентовали проект повышения коэффициента измельчения нефти из ромашкинского месторождения. Этот проект был очень хорошо поддержан. Директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалеев отметил, что в процессе осмотра экспозиции возник вопрос об эффективности разработки гигантского ромашкинского месторождения и использования для этого технологий, разработанных в научном центре мирового уровня. Сегодня они уже успешно применяются для оптимизации бурения новых скважин и эффективного использования Старого фонда скважин. Елизавета Никитина, Фарид Захитоглы, Универньюз. Ежегодная проблема всех россиян. Колорадский жук – вредитель атакует огороды. Что он из себя представляет и как с ним бороться? Расскажем далее. Колорадского жука остерегаются все любители выращивания свежего урожая. Но много ли людей знает, почему этого вредителя зовут именно так. Колорадский жук получил свое название в 1859 году, после того, как опустошил картофельные поля в штате Колорадо. Но родиной его является не Соединенные Штаты Америки, а Мексика. Россию, конечно, он тоже не обошел стороной. Каждый огородник встречался с ним в жизни не раз и знает, что это очень опасный вредитель. Он быстро приспосабливается к самым разным факторам внешней среды. Неблагоприятные условия он переживает, впадая в спячку в любое время года. И, несмотря на свою прожорливость, способен голодать до двух месяцев. У колорадского жука есть несколько любимых продуктов, и к их поеданию он относится очень ответственно, не пропустит ни миллиметра. Основным объектом питания из сельскохозяйственных культур у колорадского жука является картофель. Это его, так скажем, любимое блюдо. Он объедает практически полностью, за исключением стеблей, все листья надземной части растения. Если же картофель по каким-то причинам либо полностью съеден, либо его нет, тогда он может повреждать листья томатов. Также повреждает табак. Ну и были случаи, когда в отсутствии пищевой базы, которая как раз самим жуком была уничтожена, допустим, в каких-то областях, он встречался и поедал злаковые культуры. Появление яркого полосатого жука на картофеле всегда становится большим стрессом для дачников. Колорадский жук легко и очень быстро уничтожает посадки. Люди каждый сезон сталкиваются с огромным количеством этих вредителей, которые так и норовят уничтожить урожай. И чтобы спасти плоды своих трудов, ищут возможные пути ликвидации паразитов. Особо остро стоит вопрос, как избавиться от колорадского жука на картошке навсегда. Но полностью избавиться от него нереально. Можно лишь временно обезопасить свой урожай и попытаться удержать ситуацию на приемлемом уровне. Жука нет только там, где на больших площадях вообще отсутствуют все растения семейства посленовых. То есть не только картофель, но и помидоры, баклажаны, перцы, физалис и прочие. Наиболее эффективными, конечно, химические методы. То есть это обработка различными инсектицидами. Особенно это проводится там, где культивируется картофель в больших количествах. Но здесь есть очень важный момент. Значит, подобные обработки необходимо проводить централизованно. А вот как раз является очень большой проблемой то, что картофель у нас очень часто выращивают и на приусадебных участках. И вот эти приусадебные участки порой, они являются вот тем самым источником, откуда колорадский жук начинает еще больше распространяться. Вы можете выбрать подходящую тактику защиты или борьбы с колорадским жуком, исходя из текущей ситуации. Если на ваших посадках наблюдается небольшое количество вредителей и у вас есть свободное время, то можно попробовать справиться с проблемой ручным сбором. Ну а в случае массового вторжения жуков прибегайте к надежной химии. Карина Саяхова, Универньюс. В Казанском федеральном университете состояла встреча директора химического института имени Александра Бутлерова с победителем Международной химической олимпиады Никиты Перовы. Ученик 10 класса одержал победу на 54-й Международной химической олимпиаде. В награду он получил 1 миллион рублей. Впереди у Никиты 11 класс и ЕГЭ. Однако уже сейчас он рассматривает для поступления и обучения два вуза – КФУ и МГУ. Отметим, что в этом году химические институты уже получил солидное пополнение олимпиадниками. Сборная Республики Татарстан в полном составе поступает в Казанский университет. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова